Десна ТВ В Десногорске продолжается повсеместная уборка снега. Глыбы льда убирают в том числе и с автомобильных дорог. Для этого используются не менее 6 единиц специальной техники. Это самосфалы и тракторы. Вывезено уже более 4000 кубометров снега на специальную площадку за пределами города. Если техника не справляется, к работе приступают бригады коммунальщиков. Где техника не может подойти, убирается это все вручную. И у меня просьба еще к жителям города. Не оставляйте машины на дорогах, потому что из-за этого невозможно почистить дороги и убрать снег. Специалисты рассчитывают, что снежный покров сойдет полностью к концу марта. И тогда можно приступить к весенней уборке мусора. Часть этих мероприятий уже началась. Уже почищены и освобождены от мусора ливневки. Ну а будет ли традиционный общегородской весенний субботник, зависит от эпидемиологической ситуации. Наступление весны в историко-кровеческом музее Десногорска решили отметить выставкой. Мартовское настроение отлично получилось передать экспозиции фотографий «Без скота» и «Жизнь не та». Авторами стали сами хозяева четвероногих питомцев, которые разместили фотокарточки в социальной сети под определенным хэштегом. Одна из хозяек – Елизавета, которая уже определилась со своей любимой фотографией. Мне очень нравится на этой выставке, потому что тут очень много вот интересных таких фотографий. Есть и смешные, есть очень красивые. Тут даже есть коты и моих друзей. Ну, особенно мне нравится вот эта вот фотография, потому что это мой котик. Всего же в выставке приняло участие около 40 авторов. Но работ получилось больше. Некоторые присылали сразу несколько фотографий. Особых требований к изображениям не было. Это могли быть как обычные фото на телефон, так и профессиональные снимки. Главное, чтобы был виден характер и настроение главного героя – кота. Кстати, среди них были и те, кто особенно нуждается в домашнем тепле и уюте. Также в нашей выставке приняли участие не только питомцы, которые уже приобрели свой дом, но и также те котята, которые еще до сих пор не обрели своего хозяина. И если вас заинтересует такой милый котенок, то обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте и по хэштегу отследите этого прекрасного котенка и забирайте его. Историк Акровический музей призывал к участию горожан через соцсети впервые. И в случае популярности этой выставки подобный опыт будет продолжен и дальше. Экспозиция «Без скота и жизнь не та» открыта в выставочном зале музея в первом микрорайоне до конца марта. В конце выпуска о погоде. 5 марта в Десногорске переменная облачность, возможен небольшой снег. Днем минус 2, ночью около минус 7. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!